Оно работает 24 часа в сутки, качает кровь по нашему организму и задает ритм жизни. Сердце – очень важный орган, говорит студентка Наталья Ковылина. Об этом она знает не понаслышке, ведь у нее когда-то были с ним проблемы. Медики не допустили Наталью даже к сдаче норматив в ГТО. Однако девушка не отчаялась, начала бегать по утрам с папой. Я решила не слушать врачей в этот момент и продолжила заниматься, но с более-меншей нагрузкой. И вот сейчас уже могу похвастаться, чтобы не сглазить. Сердце восстановилось, действительно, тренировки мне помогли, потому что система, когда ты постепенно-постепенно начинаешь бежать от короткой дистанции к более длинной, у тебя уже сердце привыкает и начинает работать более активнее и результативнее. Теперь спор для Натальи – как волшебная таблетка от проблем. Во время бега она совмещает приятное с полезным, слушает любимую музыку и тренирует свой организм. Сердце – это мотор, центр и святая святых человеческого тела. Его воспевали великие поэты, изучали лучшие научные умы. Всего лишь за одну минуту оно перекачивает почти 6 литров крови, а в экстремальных условиях – около 30. Сегодня наука знает о сердце почти все, однако ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирают 18 миллионов человек. По словам врачей, следить за работой сердца нужно с раннего возраста, а после 40 лет ежегодно проверять его работу. Первым делом нужно сделать ЭКГ – одно из самых простых и доступных тестирований. К пациенту подключается специальный прибор, и уже через 5 минут врач сможет увидеть, как работает сердце больного. Можно выявить здесь наличие ишемических изменений, гипертрофию того или иного отдела, или левого желудочка, предсердий, нарушение проводимости, атеровентрикулярные блокады. Если человек предъявляет жалобы, но на электрокардиограмме мы ничего такого серьезного не видим, но есть какие-то подозрения, мы направляем человека на эхокардиографию. Инфаркты реже, инсульты гораздо чаще, а на спасение всего 4,5 часа. Болезни сердца могут проявлять себя по-разному. У человека появляется одышка, чувство нехватки воздуха, учащается сердцебиение. Если заметили у себя неприятные симптомы, нужно обратиться к врачу. Помните, здоровье сердца только в наших руках. Не будьте заложниками вредных привычек, больше двигайтесь, старайтесь проще относиться к неурядицам и житейским неприятностям. Ксения Баканова, Валерий Майоров, Сергей Баскин, Константин Головин. События.